Фрагмент векторного рисования в программе Coral. Вот этот рисунок, над которым я работаю. Первоначально он был получен из вот этой фотографии. В общем-то, векторное рисование, оно разное, и всё это творческий процесс. Поэтому, смотря какая цель, некоторые, точнее многие работы я делаю с нуля, некоторые могу вот дорабатывать от трассированные фотографии. Здесь от трассировки остаётся, по окончании работы остаётся совсем мало. То есть я его перевожу потом, этот рисунок, в практически ручную работу. Потом все элементы здесь вот, мы сейчас посмотрим, они практически все дорабатываются вручную, и за основу мы берём лишь только, ну, условно говоря, каркас этого здания, да и то мы его меняем, я его меняю. Вот можно обратить внимание, что дом этот, видите, я же его, вот смотрите, ворота справа, да, сам дом, перспектива дома, она относительно фотографии изменена. Всё. То есть я усилил немножко ракурс, увеличил ворота, это специально, вот, поскольку они являются главным, так сказать, элементом, ну, не главным, но важным элементом в этой работе. За основу я беру лишь, вот, основные каркасы. Короче говоря, всему этому я потом посвящу отдельную тему, но вот главное, во что я хочу сейчас превращать этот рисунок, это, условно говоря, это упражнение, или этот этап пропода называется убивание чертежа, да, когда мы оттрассированные, вот видите, слева вот в этом месте элементы, как делать трассировку я расскажу отдельно, вот, потом превращаем, увеличиваем, ну, рукодельность, а иногда полностью её заменяем. Но именно это насыщает потом мою работу авторством. Вот ведь что главное. Искусство отличается от ремесла авторством. И вот, когда мы это авторство добавляем, то мы, собственно, и становимся художниками. Вот этот забор, например, да, здесь. Вот видите, вот это место. Это место здесь на рисунке, на фотографии, например, оно вот такое. Тут почти уж ничего и не видно, да. И я начинаю это дорабатывать. Кстати, эту сам, эту фотографию тоже я дорабатывал. А это не чистая фотография, она, как бы, это коллажированная фотография. То есть это не просто тупо, не просто тупо взятая фотография. Я её доработал, там я добавил, изменил цвет. То есть я делал эскиз для вот этой работы. Ну, а теперь некоторые элементы. Во-первых, клавиши в программе я настроил по-своему. Об этом тоже отдельный разговор. Сейчас, в общем-то, я не столько даю урок, сколько, ну, это анонс, скажем так, урока. Ну, попробуем здесь вот порисовать, вот в этом месте. Элементом художественная кисть, которая есть в корле. Клавишу B я назначил специально. И я рисуем эти линии. Вот. Их толщина варьируется в зависимости от желания. А вот здесь вот мы должны нарисовать узор. И я, как и в ручной работе, вот, что здесь удобно, можно удалять. Толстоватые линии, сейчас мы сделаем потоньше. Вот. Эти узоры не повторяют те узоры вот так вот досконально, как они там на фотографии. Тем более, их там не видно, да? Хотя при желании же можно пойти, сделать точную фотографию, её перевести сюда. И что мы сделаем? Мы получим трассированную в растр фотографию. А нам, наша задача, всё-таки, сделать это как художнику, да. Самим остаться как художнику. Вот это я называю авторскими жестами. Вот то, что я сейчас сделаю, это вот чисто, сугубо, мой темперамент, мой танец, если можно так сказать. Танец робота, да, никого не интересует. А вот танец руки, как пластика, да, линий, или пластика, так сказать, моего тела, переходящее на графику. Это как пластика танцора, переходящая в его танец, да. И вот тут мы тогда и себя проявляем. И вот если вы в этом танце своём, на бумаге условном, в данном случае, интересны вот этими замысловатостями линий, этой каллиграфикой, видите? Это же, по сути дела, каллиграфика. Вот, каллиграфия. То есть, ну, она не такая буквенно, скажем, правильная, но линии-то проводятся по принципу каллиграфии. Вот. Ну, вот я могу здесь вот нарисовать вот такой вот какой-то, как бы даже, видите? Ну, сейчас я это удалю всё. Вот, иероглиф почти что, да. Вот, чем это не каллиграфия? Ну, я знаю, что здесь, кстати говоря, нету этого узора, поэтому я его не буду рисовать. Вот. На этих воротах нет этого узора. Хотя можно было бы, да, нарисовать вот такие вот узоры, и, в общем-то, ну, я не знаю, может быть и нарисовать. Всё-таки мы же создаём не чертёж. Вот, примерно такой вот узор там может быть, да? Если кто помнит иркутские узоры. Вот. Ну, давайте сделаем. Пойдём против, погрешим против истины, побудем немножко сами художниками-архитекторами, и нарисуем вот такой вот цветочек узорный, который часто украшают деревянные ворота. Что мы имеем, посмотрите. Ну, вот мы нарисовали такие ворота. Дальше продолжаем. Вот над воротами. У всех этих элементов есть название. Я к своему стыду их забыл. Ну, их хорошо помнят и знают историки архитектуры, тем более, которые занимаются деревянной архитектурой. Ну, я, конечно, не такой уж знаток. Вот. Поэтому полезно было бы в данном случае проговаривать все названия всех этих деталей. Но уж вы меня простите, на всё меня не хватает. Вот. Вот смотрите, вот это у нас тут козырёк над крыльцом. Вот он. А там за козырьком прячутся ворота. Кстати говоря, у тех ворот, я гляжу на фотографии, нету вот здесь вот узора. В то время как на других воротах, вот, которые справа, они очень богато украшены. Вот. Вот этим вот деревянным резным орнаментом. Вот я здесь его уже нарисовал. Сейчас мы ещё его порисуем. Вот. Про настройки кистей, про настройки программы, про то, чем и как я рисую. Я, возможно, сделаю отдельный мастер-класс. Ну, будет уже платный, скажем так. Всё-таки я по профессии преподаватель, да, по одной из моих профессий. И мне не стыдно за это, как бы, брать деньги. А вот за моё искусство рисования, честно говоря, я денег брать не всегда могу. И могу только лишь надеяться на, условно, как я это говорю, полушу тебя полусерьёзно на подаяние, да. То есть, то, что я рисую, я же рисую почти для себя. Ну, или в данном случае вот этот конкретный заказ, да. Я его делаю, я за него получаю деньги от заказчика, который будет использовать вот этот векторный рисунок у себя в рекламе, да. Вот. Ну, и по ходу, пока я рисую, значит, я расскажу, собственно, для чего он нужен, этот векторный рисунок. Ну, про отличие вектора от растра, опять же, можно говорить отдельно, но если очень-очень коротко, то вот этот векторный рисунок можно увеличивать до бесконечности. Если вы знаете, то растровую фотографию, которая состоит из отдельных пикселей, увеличивать практически невозможно, она просто теряет качество. Растровая картинка, вот фотографии, которые вы делаете, да. Photoshop работает с разными фотографиями, и они имеют размер в пикселях. Вот. Вот. Увеличивая, например, фотографию до размера баннера, вы теряете качество. А векторная картинка, она состоит из математических линий, не из растров. Вот. И векторная картинка может быть увеличена до бесконечности, абсолютно не теряя качества. Вот давайте я ее сейчас вам увеличу, и вы увидите, что как бы я ее не увеличивал, вектора нету, ой, пикселей нету, да, всегда ровная линия. Это чистая линия, только она загибается по-разному. Вот, да, вот здесь вот. Я ее рисую, получаю векторную линию без пикселей. Вот, чем нужна и привлекательна векторная картинка для рекламы. Они могут с ней делать все, что хотят потом получить. Они могут ее увеличивать, они ее могут по-разному использовать. Но это чисто технические моменты. Я же хочу обратить внимание на моменты эстетические. Самое интересное, вот то, что, как и в гравюре, собственно, вот ситуация, как в гравюре. Вот ведь гравюра родом из тиражной графики. Она была придумана, гравюра, гравюрная иллюстрация, гравюрная книга, вообще вот гравюра, она была придумана для того, чтобы тиражировать. То есть, сегодня гравюра ушла, сегодня появились средства тиражирования, да, и гравюра потеряла актуальность. Она существовала в средние века. С помощью гравюры печатали книги. Собственно, гравюра-то, она, наверное, скорее всего, вот где-то от книгопечатания пошла. И выполняла чисто утилитарную роль. Понятно, да, гравюра позволяет печатать несколько оттисков, сотни иногда, да, может быть, даже тысячи оттисков гравюры можно напечатать. Но всё равно ограничено, ну, а форт печатают, там, по-моему, не больше сотни, десятки, да. Потом доска-то портится, с которой идёт печать. И так или иначе, вот, гравюра позволяла делать. Это техническая такая форма. Но что характерно, вот для нас-то, как для художников, что важно в понимании гравюры, в понимании искусства? Дело в том, что потом художник, если за дело берётся художник, да, то есть вот если гравюрой занимается ремесленник, то он использует эту гравюру исключительно как способ тиражирования. Она не становится у него произведением искусства. Ну, вот приходит художник, фаворский, например, да, ну, или до него предшественники, кто занимался гравюрой, тоже, они, может быть, не ставили такую цель, но фаворский чем отличается? Это наш Владимир Андреевич Фаворский, русский художник, академик, который жил в 20-е годы прошлого века, вот, и посвятил гравюре и вообще, как бы, эстетики, графики, много философских размышлений, трудов, книг. Вот. Дело в том, что язык материала, ну, гравюра бывает разная, а Форд, например, там, да, знают все, Лина гравюра. Язык материала, это же условный язык, и искусство, это условный язык. И вот тут интересы гравюры как условного языка определенного материала совпадают с интересами художника, с интересами творца, они становятся эстетически самостоятельными. То есть, гравюра, появившись как тиражный вид графики, и не больше, с помощью художника превращается в произведение искусства. За счет чего? За счет того, что художник отыскивает в этом материале, в гравюре, собственную эстетику, которая отличает уже ее от других изобразительных материалов. И второе качество, может быть, более главное, что художник насыщает чисто технические элементы, ну, моменты, аспекты материала, в данном случае гравюры, насыщает своим собственным авторством, но авторством несюжетным. Обратите внимание. Нас, как художников, сюжет, извините, уж интересует мало. Сюжет – это литература. Нас интересует форма, в первую очередь. Я никогда не говорю, что сюжет не нужен, но вот это внутренность. А наружность, которая видна, и чем отличает художника от любого другого, от литератора в данном случае, тем, что художник ищет форму содержанию. А может быть, и вообще без содержания. То есть, вот формально линия, она сама эстетически интересна, да? Что, собственно, я сейчас демонстрирую, делаю, заполняя вот эту работу, каллиграфией ей я подчеркиваю. И вы это, наверное, видите, что я, по сути дела, занимаюсь каллиграфией сейчас. Эти линии, обратите внимание, они не сумбурные. они подчинены достаточно строгой моей логике, моему пониманию, моему видению, моему темпераменту. Я не бросаю сюда случайную солому, да? Я каждую эту линию, каждое движение свое в принципе могу объяснить, почему я провожу так, а не иначе. Могу. И это, наверное, был бы интересный поучительный разговор. Почему я вот линию провел здесь, оставил ее? Почему другая мне не нравится, я ее убрал? Почему нравится? Почему не нравится? Это же очень важный разговор, кстати говоря, переводящий уже в проблемы вообще восприятия искусства. Почему нравится? Ведь это же вот слово нравится, оно происходит не просто так, не из-за каприза какого-то, а вот для того, чтобы понравилась должна быть причина, должна быть основание, да? Точно так же для того, чтобы вот эту линию нарисовать и оставить, да? нужна какая-то весомая причина ее так нарисовать. Вот здесь, как вы видите, можно выбирать разные перья, да? разные по... Вот эти элементы, я отвлекаюсь, да, сейчас я рассказывал о теории, скажем, вот сейчас тут, сейчас на практику опять перехожу. Можно опять же, это же резьба, там деревянная, на заборе, вот его можно опять же увеличить и посмотреть, да? Можно ее повторить, но я не буду специально этого делать. Кто-то, вот тот, кто ремесленник, у кого ремесленное мышление, он возьмет и будет точности срисовывать эти кружева. Ну, и превратиться в конечном счете фотографа, в чертежника, да? Я же рисую, если можно так сказать, ну, может быть, это неправильное слово, образ кружево, кружевной. то, как вот я чувствую это в моем понимании, да? Авторство, авторство. Кто-то меня упрекнул, где я рассказывал что-то там на каком-то уроке, что слишком много я, у вас слишком много я, 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 мол, типа, вот хвастовство такое. Ребят, дорогие мои, так я же автор. И в данном случае я вам, вот, отличие от народа, они хотят от меня ремесленных, как бы, рецептов. А я все время пытаюсь говорить, да, про себя. Но это не ремесленные рецепты, это мое авторское искусство. Если я вам интересен, как художник, да, так вам должно быть интересно именно мое понимание языка, языка, мой язык, да, те, кому нужно чисто, вот, непонимание в искусстве, авторство, отсутствие авторства. И я буду постоянно настаивать, я, наверное, буду, вот, да, вот это вот я, оно будет у меня главенствующим, потому что это декларация авторств. И те, кто там возмущался, что я часто говорю, я, мое, как я делаю, ну, если это кому-то не нравится, идите в другое место и, ну, так, изучайте просто ремесло, и тогда там вы услышите. А я не знаю, как можно учить искусству, да, без авторского. Вот очень хорошо, между прочим, это сделано в творческих вузах театральных, да, в творческих театральных вузах там набирают мастерскую такого-то, мастерскую такого-то, ну, педагога, имеется в виду, да. Вот что-то он завис у меня. Ну, это, скорее всего, он сохраняет, что ли, у меня, по-моему, там автосохранение поставлено. И поэтому раз в 15 минут он так подвисает, потому что он сохраняет. я часто автосохранение убираю, оно вот именно из-за этих вот раздражающих пауз. Мешает работе, и поэтому полезно иногда нажимать, вот как сейчас я нажму Ctrl-S, чтобы сохранить эту работу, да. и вот он немножко подвис, снова. Здесь уже огромное количество элементов, но рисовать еще больше. Вот тут вот это вот окно я прорисовал, вот авторским жестом, скажем так. Вот здесь еще остались вот остатки такого роботизированного видения, но я от этого буду избавляться, я что-то удаляю, что-то добавляю вот и перевожу работу в рисунок. И поэтому встает вопрос, а какой рисунок должен быть? Вот как провести эту линию? Правее, левее, точнее? вот это и есть предмет рассуждений. И уж извините меня, господа нежелающие думать, да, без этих рассуждений, без объяснений, а если ты рассуждаешь, значит, ты можешь и объяснять, правильно? Вот без этих рассуждений, без объяснений, почему вы делаете так, а не иначе, здесь я уже рисовал, я сейчас добавляю. Итак, этот, в данном случае, это занятие, которое я сейчас делаю с этим рисунком, это называется убивание робота, так назовем это занятие, да, попытка убить робота, еще раз повторю, ну, сегодня хватит разговоров, да, вот, еще раз повторю, что этот рисунок, эта фотография, она была трассирована изначально, но трассировка программными средствами дает 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 очень сухую, тупую, роботизированную картинку, которую, извините, может сделать, как я говорю, и дурак, и даже не дурак, а даже робот может сделать, да, вот, а вот, потом, найти нюансы, и выделить, и удалить, и обобщить, подчеркнуть, ну, и масса-масса других задач, которые потом я решаю, а потом обратите внимание, я вот эти многие черные элементы буду еще убирать, сейчас я пока только их рисую, потом я их буду убирать, вот, сейчас я их дорисовываю, ну, вот ставни, да, видите, они здесь как бы недоделаны, вот, сейчас мы их будем дорабатывать, то, как трассировать фотографии, это отдельный разговор, сейчас я просто порассуждал о трассированных картинках, и закончу, пожалуй, сравнением с гравюрой, так вот, зачем нужны трассированные картинки, они нужны чисто практически, да, я уже объяснил, для дизайнеров, для рекламы, там, для чего угодно, потому что они редактируются, увеличиваются, у них есть преимущество перед растровами, именно в дальнейшем употреблении, именно это приближает векторную картинку к гравюре, собственным языком и тиражностью, ну, растровую картинку тоже можно тиражировать, но ее трудно манипулировать, увеличивать и так далее, но меня-то это мало интересует, пусть это интересует технологов, печатников, там, наших, первопечатников, вторых печатников, вот, а меня как художника уже этот растр заинтересовал самым главным художественным качеством, и так открываю секрет, я не знаю, может быть, это для кого-то не секрет, посмотрите, у растровой графики есть собственный язык, пластика линий, да, обратите внимание, ну, мы ей можем управлять этой пластикой, вот, для этого мы должны знать все эти программы, и вот рисунок, сделанный векторной графикой, он обнаруживает собственные качества, как в гравюре, дело в том, что гравюра, родившись как тиражный, сугубо тиражный вид технический, потом с помощью художников нашла собственный язык, отдельный разговор, да, какой язык у гравюры, гравюра, начав свое существование как чисто техническо-ремесленное, утилитарное явление, да, потом получила с помощью художников, гениальных художников, да, получила собственный язык, и стало интересно уже не только как способ тиражирования. Сегодня гравюра, конечно, отошла в утилитарном плане на второй, на вторую роль после тиражных средств, которые дали нам все эти ксероксы, принтеры, да, и все, гравюра с ними уже не конкурент. И тем не менее, тонкие ценители и знатоки, и художники многие продолжают заниматься гравюрой. Им что, думаете, тиражировать они не могут? Могут, но дело в том, что в гравюре есть язык материала, собственный язык, который был найден. И вот этот собственный язык гравюры стал уже интересен. Как есть собственный язык музыкального инструмента, да, мы любим на скрипке, там, да, на фортепиано, на рояле, на органе, на электрическом органе, да, можно исполнить одно и то же произведение, но оно будет разное, потому что оно будет исполнено на разных инструментах, оно получит разную окраску, и в каждом из этих инструментов мы найдем нюансы, которые и будут нас, как художников, как эстетов, радовать и интересовать, чем, а именно вот этим сравнением мы будем все время сравнивать, как это произведение звучит на скрипке, как это произведение звучит в исполнении того или иного автора, причем оно может быть исполнено на скрипке, но разными авторами, да, и вот сегодня, когда существует огромное количество музыкальных библиотек, электронных музыкальных инструментов, все равно нас интересует скрипка, с ее, может быть, уже слабым голосом по сравнению с миллионом этими огромными, как это называется-то, звуки децибелы, там, Господи, не помню, сила звука в чем измеряется. Скрипка, конечно, сейчас проигрывает этим динамиком всему, она проигрывает даже в разнообразии электронному какому-нибудь инструменту, да, но она нам интересна и никогда не, для знатоков она никогда не потеряет свою актуальность, потому что у скрипки есть свой условный язык, нюансы которого нам очень важны, они важны тем людям, которые понимают скрипку, понимают музыку. Точно так же мы сегодня в гравюре уже не можем конкурировать с принтерами и фотографией, да, по тиражности, но зато получили язык для художника. Вот если фотограф найдет фотоизображение, я не знаю, как там, где, ну, я догадываюсь, я потом могу объяснить, где надо искать фотографии творчества, вот, его там часто не ищут наши фотографы, кстати говоря, искусство, то она тоже станет искусством. Но я надеюсь, вы сейчас начали понимать, где прячется, где прячется искусство, да, очень, ну, упрощено и заканчивая укорочено, я скажу, что искусство прячется, ну, это такое в искреннем авторском жести. Вот когда я стопроцентно делаю это как я, не оглядываясь на заказчика, да, не оглядываясь на предшественников, то есть не делая под кого-то. Вот здесь и начинается искусство. Там, где появляется автор, условный язык, естественный, искренний жест, человеческий. Вот всё это сегодня я вот здесь сейчас демонстрирую, да, вот этими казалось бы, сумбурными, может быть, лидиями. Нет, они не сумбурные. Это вот движение моей руки, оно отработано десятилетиями, да. Это моя моторика, моторика, моя физика, которая рождается из моего настроения, ощущения, даже состояние сегодня, здоровье, может быть, да, оно полностью переводит. Вот смотрите, видите, какие иероглифы получаются здесь? Самые настоящие иероглифы. Я имею в виду восточные иероглифы, хотя слово иероглиф, оно не принадлежит китайцам, или этим самым. Иероглиф это священный камень, если вы посмотрите слова. Да, это не значит вот эти китайские иероглифы. Мы часто под словом иероглиф подразумеваем только китайскую каллиграфию. Нет, иероглифы они еще с Египта идут. В общем-то, почему иероглиф иерархия, то есть и это священное, глиф это камень. Поскольку первоначально все знаки писались на камнях, особенно те, которые должны были быть важными, то чтобы их сохранить, то на камнях даже не писали, а как это, ну, да лотом-то, воскребали, что ли, нет, слово забыл. Гравировали, да нет, тоже не подходит. Ну, короче говоря, выбивали на камни, да, на камни что делают. слава, вот буквы, которые, тексты, которые на камне пишут глотом. это и есть иероглифы, то есть знаки на камне. Ну, а для нас иероглиф сейчас уже стал просто знаком, священным знаком. Ну, то, что на камне, да. вот что мы получили. Это еще до конца не сделанная работа. Предстоит очень много, чтобы ее доводить до хотя бы усредненного варианта векторного рисунка. Ну, все, пока. До свидания. Редактор субтитров